Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Бизнес-среда» – передача о предпринимателях и для предпринимателей. Что изменилось в сфере электронных закупок после подписания 44-го федерального закона, вступившего в силу с 1 января этого года? Чем отличается новый документ от 94-го закона, на который все ориентировались на протяжении 8 лет? Этой теме посвятили очередной семинар в республиканском бизнес-инкубаторе. После проведенной реформы в сфере государственных закупок был подписан очередной федеральный закон. Теперь участники электронных аукционов ориентируются на два документа – ФСЗ-44 и 223. По новым правилам предприниматели начали работать с этого года, и пока у них возникает множество спорных вопросов. Поначалу многим казалось, что процедура закупок изменилась в корне, и все придется начинать с нуля. Но это не так. По сути, 44-й закон вобрал в себя все основные положения 94-го. Хотя в новый документ введено и большое количество поправок. Изменилась информационная система, процедура обеспечения заявок. А участвовать в тендерах теперь могут специалисты только с хорошей деловой репутацией. За прошлый год вносилось большое количество изменений. И на самом деле к Новому году, за три дня до Нового года, никто особых изменений никогда не ждал. То есть вот некий текст сформировался законно, по нему вся страна готовилась практически 9 месяцев работать. Однако, 28 декабря прошлого года ведомство, которое ответственное за данный закон, это Министерство экономического развития, Федеральная темнопольная служба, Институт госзакупок и их руководители выпустили 28 декабря за три дня до Нового года 396-й федеральный закон. Данный федеральный закон внес изменения в самые разные федеральные законы, в том числе и в нашей с вами сегодняшней 223-й и 44-й. Таким образом, самые актуальные версии 223-го и 44-го закона на данный момент именно от 28 декабря прошлого 13-го года. По требованию закона номер 44 закупки сначала необходимо спланировать и только потом перейти к размещению заказа. По мнению авторов документа, все это поможет обеспечить прозрачность аукционов и повысить их эффективность. Но уведение множества, по словам лекторов, не хватит и двух дней, чтобы рассказать о всех нюансах. Участникам семинара специалисты учебного центра попытались раскрыть самую важную информацию. Я на семинаре, проводимом в Росубыканском бизнес-инкубаторе, а мой сервис нахожусь уже не в первый раз. Семинары очень информативные и на самом деле познавательные. Считаю, что в наше время, когда тема госзакупок настолько актуальна, то такие семинары просто необходимо посещать, потому что получаешь более развернутую и полную информацию. К тому же все законы меняются каждый год, и за этим изменением нужно следить. В сравнении даже с 94 законом, там очень много нюансов, которые должен знать как поставщик для грамотной работы с заказчиком, так и заказчику для грамотной работы с поставщиком. Специалистов, которые рассказывают о подводных камнях нового федерального закона, в бизнес-инкубатор приглашают не в первый раз. Эти семинары пользуются большой популярностью. На последнюю встречу пришли представители крупных предприятий и районных администраций. Республиканский бизнес-инкубатор сегодня помогает субъектам малого предпринимательства, это именно малым и средним предприятиям, разобраться в вопросах государственных закупок. Для того, чтобы они не боялись сегодня заниматься закупками через серию проводимых торгов. Это немаловажный фактор, и сегодня мы пригласили АМС-сервис в качестве преподавателей, которые смогут научить именно практическим советам и практическим опытам поделиться с предпринимателями. Темы семинаров предлагают сами предприниматели. Бизнес-инкубатор составляет график лекций и приглашает специалистов. Чувашия и Китай на новом этапе сотрудничества. Делегация Китайской народной республики из провинции Сычуань побывала в Чебоксарах, чтобы обсудить совместные перспективы в сфере туризма, гостиничного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры. Этот визит гостей из Поднебесной далеко не первый. Китайские специалисты настроены по деловому. Вот и сейчас за 4 дня пребывания в Чебоксарах они провели целый ряд переговоров с инвесторами, представителями органов исполнительной власти. Крупные китайские компании Сичуангсилин и Мекско, ЛТД и Транстех Инженеринг Корпорейшн в будущем планируют подписание соглашений на реализацию проектов на территории Чувашии. Основным моментом в ходе встречи стало обсуждение вопроса строительства международного авиационного терминала в аэропорту города Чебоксары. Этот проект, кстати, презентовали на международной выставке коммерческой недвижимости в Канах в начале марта. Очень важно развить аэропорт, чтобы доступность была к городу больше. Это важно и для последующих отношений, для привлечения инвестиций. Также мы крайне заинтересованы в размещении предприятий, которые бы обеспечивали высокий уровень доходов населения. В сфере интересов китайских специалистов проекты по развитию транспортной инфраструктуры и туризма. По лодотворным выдался визит руководителей крупных компаний из Словении. В Чувашию они приехали на несколько дней. В республиканском бизнес-инкубаторе гости провели деловую встречу с местными предпринимателями. Деловые контакты с чувашскими предпринимателями бизнесмены из Словении установили два года назад. В этот раз они приехали с конкретной целью – познакомиться с проектами. Зарубежных гостей интересуют только передовые технологии. Разработки оценивали руководители крупных компаний – господин Алой Скорочун и Татьяна Ерок. Мы присматриваемся к серьезным производителям, у которых достаточно высокие технологии, которые соответствуют европейскому уровню, которые уже известны на чувашском рынке. И которые соответствуют требованиям наших проектов. Словенская компания специализируется на производстве торгового, холодильного оборудования и технологических линий для пищевой промышленности. Бизнесменам необходимы поставщики комплектующей техники. Для чувашских предприятий это хорошая возможность выйти на зарубежный рынок. Партнерские отношения между этой страной и нашей республикой крепнут с каждым годом. Мы будем заниматься организационной частью, включением поставщиков в наше направление и контролем. Есть другие варианты налаживания взаимоотношений, к примеру, напрямую через деловые клубы. В Словении есть деловой клуб, в который входят более 50 крупных фирм. Это элитный клуб. Существует направление соглашений через такие клубы в международных продажах, торговле. Деловая встреча в бизнес-инкубаторе принесла первый реальный результат. Гости из Словении высказали готовность заключить контракт с заводом по производству трансформаторов. Как открыть собственное дело? Этот вопрос, пожалуй, волнует многих начинающих предпринимателей. Как построить прочный фундамент и не потерять потом ни одного кирпича? Объясняют бизнес-тренеры. Полезный ликбез от специалистов в следующем материале. Часто некоторым из нас в голову приходит гениальная идея для бизнеса. Но как их и платить, многие не знают. Бытует мнение, что для этого нужно быть смелым, рисковым и иметь коммерческую жилку. Но на самом деле нужно знать лишь пару секретов и иметь конкретную инструкцию к действию. Понятные ответы на вопросы начинающих предпринимателей дал Юрий Дашкиев на обучающем семинаре в республиканском бизнес-инкубаторе. Одна из самых волнующих тем для молодых бизнесменов – в какой форме открывать и как правильно оформлять свое дело. Первая форма деятельности – мы нигде не регистрируемся, просто физическое лицо. И регистрируемся в виде индивидуального предпринимателя или юридического лица. Также обсуждали особенности налогообложения и разбирали самые распространенные ошибки молодых предпринимателей. Данный семинар проходит как минимум один раз в квартал. В этом квартале будет таких подобных три семинара. Они направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная поддержка проходит в форме бесплатного семинара, то есть для субъектов малого и среднего предпринимательства. И эти семинары бесплатные. Также на этих семинарах присутствует наша ассоциация республиканских бизнес-инкубаторов, которая состоит из бизнес-инкубаторов, которые входят в ассоциацию. Они также проходят своеобразную переподготовку. То есть они следят за той нормативной базой, которая изменяется, в которую вносятся изменения, соответственно, для того, чтобы они на местах уже смогли помогать своим предпринимателям. Принять участие в ближайших семинарах и узнать о бизнесе самую свежую информацию от профессионалов своего дела может каждый желающий. Главное заранее пройти регистрацию на участие. Вообще я первый раз на подобном семинаре, мне очень интересно, потому что я начинающий предприниматель, еще пока не определилась формой юридического лица, так скажем. И очень интересно узнать, чем отличается ЭП от ООО, что конкретно мне нужно открывать и как все это сделать так, чтобы было правильно. Данные семинары, они помогают перенимать опыт выступающего, допустим, Дашкиев выступает, Юрий Дашкиев. Я его до этого слушал, в принципе, мне нравится, как он доносит информацию. И вот эту информацию проще понять и внедрить от человека, у которого уже есть опыт в этом деле, и он знает все подводные камни. Как говорится, человек учится быстрее всего в трех вещах, в трех ситуациях. Это когда его загнали в угол, в личном коучинге и на семинарах. Каковы взносы здесь имеются в виду? В завершении программы наша традиционная рубрика «История успеха». Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» существует на предпринимательской карте Чувашии с 2007 года. Как все получилось и благодаря чему держится на плаву в нашем следующем сюжете. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» выпускает чулочно-трикотажное изделие. Впрочем, если бы оно изготавливало, к примеру, кастрюли из нержавеющей стали или резиновые сапоги, алгоритм успеха вряд ли бы изменился. Несмотря на то, что каждый предприниматель идет своим путем, основные вехи для многих одинаковые. Идея пришла совершенно случайно. Обратил внимание, что знакомые занимались чем-то подобным. Вот, захотелось попробовать себя на этом попричем. Купил первый комплект оборудования достаточно старого, 20-30 летней давности машинки. Попробовал поначалу работать на них. Старое оборудование есть. Старое оборудование. Вязал такие достаточно модели. Устаревшие, так скажем. Не больно популярные. Но, как сказать, интерес уже появился. Вот, стал изыскивать варианты, как приобрести новое оборудование. Модернизация вполне ожидаемо потребовала новых расходов. Где и как найти деньги, помимо банковских кредитов, подсказали добрые люди. В банке, когда просил оформить кредит очередной, Ну, на текущие нужные, на полнее там оборотных средств. Посоветовали обратиться, вот, как сказать, в некомережную организацию поддержки малого бизнеса. Вот, и, собственно, от них уже дальше вышел на Министерство экономики. И, в общем-то, и получил реальную поддержку в виде, там, ну, компенсации лизинговых платежей, в виде грантов на приобретение, там, оборудование. Тоже у нас очень удачно получилось. Вот. Ну, собственно, это было началом. То есть оттуда первые деньги, на которые начали приобретать оборудование. А потом просто кредитные программы, опять же, через эту ассоциацию поддержки малого бизнеса и просто в банках стали брать кредиты, закупать оборудование, расширять производство. На отсутствие кадров жаловаться не приходится. Мастер протянул руку помощи конкурентам, когда у них настали тяжелые времена. Большинство наших работников – это бывшие работники челочной текотажной фабрики. Как стала челочная текотажная фабрика у Лихорадис, они попросились, мы приняли. Причем с удовольствием люди перешли, работают и вроде как не жалеют. Все устраивает. Правда сказать, что все гладко, никто не поверит. Основной проблемой для производителей в сфере легкой промышленности была и остается дешевая контрафактная продукция, наводнившая рынок. Поэтому главная задача – поиск конкурентных преимуществ. У нас как само производство сертифицировано, так и вся продукция сертифицируется регулярно. Причем, как мы начали 7 лет назад с первого дня, сертифицировали продукцию, так и до сегодняшнего дня. Причем сейчас сертифицировалось по регламенту Таможенного союза. Тоже показатель какой-то признания качества нашей продукции. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, что о самых последних новостях вы можете узнавать на официальном сайте Минэкономразвития Чуваши. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и удачи в делах. Минэкономразвития Чуваши. Минэкономразвития Чуваши.